Как-то геологи поймали в тайге медвежонка и отдали его кузнецу Марку Тимофеевичу Дубинину, который вырастил его и приучил к кузнечному делу. Приехав в поселок и узнав об этом случае, я направился к Марку Тимофеевичу, жившему в одиноком домике на краю поселка, где сразу же начинался лес. Ну точно, моя хата с краю. Я вошел в открытую дверь и отпрыгнул возле высоких нар стоял большой бурый медведь. О, кто хозяин в доме! Закинув вверх башку, он кромко зевал и лапой почесывал толстая мохнатая брюхо. Увидев меня, медведь высунул черный язык и показал два мокрых клыка. Рму! Михайло не кусается! Проходите! Хе-хе-хе! Но! У очага стоял высокий, кряжистый старик. И говорил мне это. Курчавая борода и усы с проседью, под лохматыми бровями насмешливый испытующий взгляд. Испытывает! Кузнец весь был волосатый. Волосы белели в ушах, торчали из широких ноздрей горбатого носа, росли на открытой богатырской груди и мускулистых руках. Настоящий богатыр-лесовик! Чудище лесное! С нами ужинать! Пригласил старик, снимая со сковороды шипящие оладьи. И кузнец стал накрывать на стол. Скоро на нем появилось немало закусок. Сушеные грибы с квасом, толченый лук, вяленые на солнце мясо и рыба. Отведайте кирпичного чаю с молоком, да и с горячими оладьями. И Марк Тимофеевич насадил в кружку густого крепкого чаю и подал мне. Он часто подкладывал в эмульдрованную миску оладьи и относил на нары, откуда вскоре слышалось довольно ворчание медведя. «А как вам удалось выучить медведя?» – спросил я. «Да так!» – нехотя и скупо отвечал мне кузнец. «Мишенька, он тогда еще небольшим был совсем. Вот таким вот вым. Поставил я ему железную бочку, насыпал туда песочеку и заставил его колотить кувалдой, подчую сахарком, кафетами, да и мяском тушеным. А потом, как исполнится ему вот этот агодик, повел его в кузницу. Ага. Да он боялся огня. А потом ничего. Постепенно привык. Звыкся. Захотелось ему видеть или побольше меду, сахару и мяса. Вот то. «Хм! И что, в тайгу не просится?» – спрашиваю я. «Э-э-э! Боится собак. Вот такая собака». Хм! Утром поселковые собаки действительно заливались злобным лаем. Дубинин и медведь шли в кузницу. За ним шествовала толпа ребятишек. Мишка шагал в перевалку, важно оглядывая ребят. Пока Марк Тимофеевич разжигал кузнечный горм, нагревал обсадные трубы, ребятишки, забавляясь, кидали медведю конфеты, сахар, и он ловко ловил их своим раскрытым ртом. Когда труба нагрелась до красна, Дубинин крикнул. «Ну! Бей, Михайло! Бей!» И медведь, он проворно бросился к наковальне, но не оказал из кувалды. Он постоял, покачал головой, хлопая глазами, обнюхал то место, куда вечером забросил молот, пофыркал, пофыркал чуть-чуть, и неуклюже суетился по углам. «Где, воно?» Ребятишки дружно хохотали при этом. «Ну, опять спрятали пострелята, а?» Грозно сказал кузнец ребятам. «Опять? А ну, марш отсюда вы!» За бочками с водой Мишка все-таки нашел свою кувалду, а? Так и нашел рабочий инструмент. И, оглядываясь на ребят, со стервенением принялся колотить по этому горячему металлу. Работал он усердно. Минут двадцать-тридцать бил без разгибу. Ну, и во время, так сказать, перекуров старик доставал березовую с узорами трубку, а медведь зализывал мозоли на лапах. Вот так. Так и работали им. «Ты, брат, хотя и силен, да на лапы-то слабовато и смотрю я», добродушно говорил кузнец своему молотобойцу. И когда раздавался гудок электростанций, Мишка немедленно швырял кувалду, сдергивал брезентовый фартук и спешил на обед. «Все, поработали». «Заслужив, значит, кусок мняца». «Да». Сегодня, услышав гудок, медведь не бросил молот, а положил его на землю и долго втаптывал задними лапами, боясь, как бы ребятишки снова не спрятали его. После обеда Дубинина вызвали в контору. Медведя он оставил в кузнице. Ребятишки, раскалив железный пруд, приказали Мишке бить. Медведь силой хватил кувалдая на ковальню, джвыл от боли, отбросил кувалду и долго тряс ушибленными лапами. Потом забился в угол и жалобно заскулил. Пришел кузнец, прогнал всех вот этих ребятишек, шалопонь. Но Мишка, обиженный, работать он не стал. Все, хватит, что ли? Особенно оберегал Марк Тимофеевич своего любимца от запаха гари. Если попадет искра на шерсть медведя или прожжет ватник кузнеца, учует Мишка паленый. Все. И бультых в бочку с водой. Все. Наработалися, да? Потом вылезает от этого мокрый и долго-довго отряхивается. Ага. И заливает все вокруг водой. Не подходи. А как-то однажды он случайно наступил на горячую пластинку и долго рвал землю, большую яму вырыл. Ну, вот так вот и работал бы необыкновенный молотобоец еще немало времени. Но случилось несчастье. Заболел Марк Тимофеевич. И его увезли в город. Целый день метался запертый в доме медведь и ревел. Потом лег на нары и затих. Отказался от еды. И схудал весь. Мы думали, медведь забудет свое горе в кузнице. За делом. Привели его к другому кузнецу. Но Мишка за кувалду даже и не брался. А все вокруг нюхал и лизал вещи Марка Тимофеевича. И когда его вели из кузницы, на него, как всегда, напали собаки. Раньше, рядом с Марком Тимофеевичем, он не обращал на них никакого внимания. Но сейчас, на этот раз он зло огрызался, а потом вдруг ощетинился и бросился на самую назойливую. И только куски полетели в стороны. Перья. И в тот же день его посадили на цепь. Все. Ночью шел дождь. Слышался злобный лай собак. А утром мы увидели оборванную цепь и следы, уходящие в тайгу. До дома. Кто кого напугал? А? Кто кого? Зимой прошлого года, бродя по Саянской тайге, я заблудился и решил ночевать у костра. На огне разогрел тушенку и поужинал немного. Из-за леса вылез серп месяца. Ночь стала глубже и тише. И я задремал. Проснулся внезапно. Костер потухал, тлели угли. И я потянулся за хворостом. Я вздрогнул. Надо мной торчала длинная морда, посапывала острым носом. У затухающего костра стоял огромный медведь и в упор глядел на меня. Откуда он взялся? Я не мог никак понять. Чувствую по спине поползли мурашки. А зверь разглядывает меня своим холодными черными глазками. А-а-а. Болезнь или старость помешали медведю залечь в берлогу? Или кто-нибудь его спугнул с лёжки? Холод не даёт ему покоя. И зверь шатается по заснеженной тайге. Такого медведя называют у нас шатуном. Шатается. Измученный и голодный он становится злым, дерзким и очень хитрым. И встреча с ним она очень опасна для человека. И рука чисто инстинктивно потянулась к ножу. Но, как на грех, ножа или ружья на этот раз с собой у меня не было. А косолапый стоит, должно быть, ждёт. Что я буду делать? А я стою. Не шевелюсь. Ничего не вижу. Один медведь перед глазами. И большая чёрная гора. М? Куча. Он на меня глядит, а я на него. Он свирепо ухмыляется, а я я холодею от страха. Ну, вот, матёрый зверюга придвинулся ко мне так, что я дышать перестал. Сижу, как тот пень, пенёчек. Только пальцы рук судорожно сжимаются в кулаки. И вот скажите, вот что? Что мне делать? Уйти? Всё равно не уйдёшь. Бежать не убежишь. Не скроешься. И я вскочил и страшно закричал. Медведь вдруг испуганно замер и качнулся храм. Гора качнулась. И в этот же момент перед глазами мелькнула эта отвратительная пасть. Жёлтые сломанные клыки. А затем резкая ноющая боль пронзила левое плечо. Затрещал рукав фуфайки. И когда я очнулся, то я увидел тёмное небо, золотые светлячки звёзд, да и красный разбухший месяц. Я смотрелся вокруг. По-прежнему тлели угли. Но медведя не было. Кто его спугнул, я никак не мог понять. Быть может, это сон был? Приснилось? Но раненое плечо и оборванная рука в телогрейке и они говорили мне обратное. вот смотри. И внимательно осмотрев следы ночной схватки, я понял, что от верной смерти меня спас костёр. Медведь наступил на горячие угли и он обжёгся. Вот так вот оно бывает в этой жизни. Вот так. Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok А на сегодня шо? А на сегодня все! Покедова! Споки-ноки! Чпоки! Ага!